Так, Каракс. Тебе по плечу деяния тамплиера, Каракс. Я посвятил свою жизнь созиданию. Моим полем битвы всегда была мастерская. Моими врагами технические неполадки. Я в первую очередь фазовый кузнец. И всегда им буду. Но времена меняются. И даже тот, кто не родился тамплиером, может стать им через свои деяния. Тогда приготовься тамплиер. Ты нам нужен. Так, солнечный видок. Что ж тут новенького? О, короче, запустилась последняя фигня. Ну, насчет феникса я не знаю. Такой себе сомнительный товарищ. Потому что призываешь вот так. Что здесь лучшего создания? Хрен пойми, зачем он нужен? Прочности. А, ремонтируют что ли? Так, а здесь солнечная бомбардировка. Бомбардировка умеетности. При этом 200 случайных выстрелов поражают цели в указанном, в указанной области в течение 15 секунд. Каждый выстрел уносит 15 днис урона в области, 30 днис урона по бронированию целей. Вот это лютая тема. Надо брать. Ну-ка, луч воздаяния. По наземным целым лучом. 750. В течение 15 секунд. Короче, понятно. Остановка времени. Я застываю это время на 20 минут. Ну, тоже неплохая тема. Спасительный щит. Пассивная способность. Пускай, пускай, короче, так и будет. Кстати, раз я так оставляю, то давай я включу вот этот ассимилятор, чтобы дронов не строить. Хотя мне Nexus нравится. Который атакует. Нет, тогда давай. Все-таки ассимилятор. И все, и пускай дальше копится. Ну, вот этот луч проверим в действии, а вот этот мощный уже. Я даже не знаю, потом взять. Это если феникса убрать. Уберем феникса. И возьмем луч. А вот этого создания, пускай пока не будет, пускай пока спасительный щит будет. Перегрузка матрицы, что делают. Скорость передвижения. А, в поле действия пилоны, там что-то увеличивается скорость. Ну, это, наверное, для более высокого уровня игры. Когда-то уже суперкрутой. Использовать эту тему прикольно. Наверное, будет. Так что сейчас вот так будет бомбардировка. Щит пассивный. Ну, телепортация, это как и рекол. Посмотрим дальше задание. Боя с Риван опал. И это привело к появлению новых тамплиеров. Однако ситуация с Талдоримами по-прежнему беспокоит меня. Мы пошли на риск, связавшись с Алараком. Тассадар, друг мой. Как бы ты поступил? А ты, Сиратул, позволил бы мне это сделать? Но ответ не важен. Если с помощью этого союза мы сокрушим армии Амуна, то он необходим. Ну, значит, выбора-то нет. Значит, перелет. Целая армада. Флот смерти под началом Амуна. Призвано истребить все живое в этом секторе. Нам следует поторопиться. Ракшир, ритуал захвата власти через поединок, не терпит спешки. Он требует тщательной подготовки. Мы на орбите враждебного мира и на мушке у целого флота. А ты говоришь о подготовке? Я собираюсь занять место Малаша, правителя целого народа. И ты мне поможешь. Взамен Талдоримы выйдут из войны. Таков уговор. И для этого нужно соблюсти все традиции. Эта сделка нравится мне все меньше. Короче, слушаем всех и запускаем миссию. Я хочу узнать больше о Ракшир в вашем ритуальном поединке. Чтобы понять Ракшир, ты должен вначале осознать суть цепи Вознесения, которая ведет к Амуну. Каждый из нас связан его волей и волей того, кто стоит над нами. Однако, существует способ вознестись. Клинком и кровью любой Талдорим может подняться на ступень выше своего текущего круга. Посредством этого ритуала отбираются те, кто достойны Вознесения. Те, кто смогут исполнить волю Амуна. Значит, Малаш сильнейший представитель твоего рода. Так считают. Но он еще не вступал в схватку со мной. Ортанис. Золотая армада опустошает Сектор. Я знаю, что в открытом столкновении мы не выстоим. Но это нужно прекратить. Я многое понимаю в действиях Талдоримов. Их рвение. Стремление услужить своему богу. Чего я не понимаю, Так это почему Амун так просто решил отвернуться от своих верных союзников? Почему, несмотря на их абсолютную преданность, Амун решил ими пренебречь? Он не остановится ни перед чем, Ортанис. И горькая правда состоит в том, что ему не нужны союзники, кроме гибридов. Он считает, что прервет цикл насилия, А на самом деле принесет лишь вечность ужаса. Я изучил Талдоримские боевые машины. Они полностью повторяют технологии халаев. Единственное отличие – используемые материалы. Так это им удалось. Издавна ходили легенды о кораблях, Не вернувшихся из космоса. О пропавших флотилиях. Я слышал эти легенды. О яростных призраках прошлого, Которые выжидают удобного момента, Чтобы напасть. Представь, Что все это время мы, Сами того не зная, Воевали против Талдоримов. Это бы многое объяснило. Незавидная судьба. Не знать радости собственных изобретений, Воруя чужие. Это просто жалко. А что ключ? Эрор. Ключ резонирует с энергией пустоты, Источник которой находится под нами. Нам нужно провести дополнительные исследования. Ну погнали тогда. Для ритуала Ракшир нужно, Чтобы приготовления были завершены, В соответствии с древними предписаниями. Собери воинов. Малаш наверняка попытается вмешаться. Вайска Талдоримов. Ну погнали. Талдоримы фанатики, Беспрекословно подчиняющиеся ОМОНу. Они бросят все силы, Чтобы остановить его. А, вас. Остановить вас. А что они там? Сейчас мы намутим этих Холосов. Посмотрим, как они действуют. Это стражи Малаша. Убейте их, чтобы я смог приступить к ритуалу. Если так нужно для дела. Смотрите. Что это за туман? Тирозир. Он периодически поднимается из недр слейна И приближает нас к пустоте. Пока гас на поверхности, Войска ОМОНа могут переходить в наш мир. Здесь они не обладают всей мощью. Но все равно их на Адиск будет безжалостным. Мне казалось, ты говорил о верной победе, Аварак. Ты ведь любишь трудности, разве нет? Хорошо. Мои войска нападут на стражей, Когда поток газа ослабнет. Пока все заполнено тирозином, Нам придется держать оборону. Я голос затмения. Скоро тирозин поднимется на поверхность. Будьте начеку. Ирар. Наши звездные врата Теперь могут вызывать излучатели пустоты. Они идеально подходят Для перехвата врагов в бою. Отлично. Они нам пригодятся. Так, что у нас тут по территории? Отсюда пойдут? Потом, скорее всего, Отсюда пойдут сбоку 10. Я не буду слушать тебе вечно. Врата между этим миром и пустотой начали отворяться. Скоро сюда прибудет армия Амуна. Так, ну защиту надо строить. Кипернетическое ядро надо построить. В принципе, ладно. Сейчас пока генералами займут. Враг увидит, на что вы способны. Враг увидит, на что вы способны. Враг увидит, на что вы способны. Продолжение следует. Враг увидит, на что мы способны. Будь по-твоему. Стражи охраняют святилища. Пусть их смерть будет медленной и мучительной. Мои воины никогда не забудут о чести, даже сражаясь за тебя. Так или иначе, сначала нам нужно укрепить защиту. Все правильно, сейчас мы намоким защиту. Мне удалось просканировать материнские корабли толдоримов в этом регионе. Они перевозят саларид. Не думаю, что Аларак будет возражать, если мы избавим их от лишнего груза. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Так, а это еще бесплатное, кстати, сделать? и потихоньку улучшение так вот таки бренетического чего нам надо еще архивы всю эту парашу я сердце тьмы артанис туман сгущается самое время тебе начать приготовление так врата у нас есть архивы так робототехника так и Продолжение следует... Очень разумно. База атакована. Улучшение завершено. Мы крадущиеся тени. Призматическое ядро активировано. Мы единый стиль. Замынчиво. Вераку. Хорошо. Улучшение завершено. База атакована. Тут не пробьются точно. Девушки отдыхают. Сердце тени. Мы крадущиеся тени. Призматическое ядро активировано. Сталкеры подбиты. Сталкеры подбиты. Войска луны исчезли. Пора атаковать стражей. Погоди ты. Так, сюда повышают. Кто у нас... Узри силу и странных. Девушки отдыхают. Ураль. Девушки отдыхают. Редератор, к нашему Нексусу направляются корабли долдоримов. Сбить их! Улучшение завершено. Парадер Гурал. Парадер Гурал. Мы вступили в войск противника. Улучшение завершено. Очень разумно. Розахилом на противника. Готово. Ризматическое ядро активировано. Парадер Гурал. Парадер Гурал. Ну все, тут точно не пробьют, теперь сюда. Улучшение завершено. 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 Не хватает минералов. Артанис, туман сгущается. Самое время тебе начать приготовление. Я не буду служить тебе вечно. Ну все, сейчас это все отобьется легко. Вот этот пилон, кстати, атаковать. Улучшение завершено. Улучшение завершено. Будь по-твоему. База атакована. Улучшение завершено. Улучшение завершено. Улучшение завершено. Улучшение завершено. Улучшение завершено. Улучшение завершено. База атакована. Жуми. Войска ОМУНа исчезли. Пора атаковать стражей. Войска ОМУНа. Не бойся смерти. Бойся ОМУНа. Я пошел. Корабли противника направляются к нашему Нексусу. Так, значит, что у меня есть? Камплиеры. Темное светилище. Так, это у нас здесь. Ворота есть. Завод работотехники я поставил. Вот он. Темное светилище и остается. Маяк плотили у меня есть. База атакована. Да, маяк надо ставить. База атакована. База атакована. База атакована. Продолжение следует... 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 Улучшение завершено! Это, короче, зергия. Просто перекрашенные. Ух ты! Третий вид улучшения уже открылся. База атакована. Так, а эти товарищи... Наш пилон атакован. База атакована. База атакована. База атакована. База атакована. минералов истощено зато слил их быстро так а как мы сделаем танки конечно люто зашли улучшение завершено улучшение завершено мы служим воле владыки корабли противника направляются к нашему нексусу месторождение минералов истощено мы выстоим наш дух не сокрушил месторождение минералов истощено месторождение минералов истощено а ваши войска вступили в бой крадущиеся тени месторождение минералов истощено месторождение минералов истощено месторожение минералов истощено т identification так все пробки стоят газ тоже кончается так ну тогда чё дозорный конечно лютые ребята ты чувствуешь это тиросин жаль что у тебя не будет времени им насладиться армия луна идет за тобой изгоним тьму слияние совершено слияние совершено пустота холодна во дна ваше войско отступили в бой ваше войско слияние а слияние 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 возгорт взорвай изгоним слияние 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 а Ваши войска вступили в бой. База атакована. Базовые кристаллы заряжены. Последнее улучшение. Тирозиновый туман рассеивается. Арта-Анис, продолжай охоту. Кстати говоря, это последние юниты, которые у нас есть. Строятся. Требуется больше Виспена. Не хватает ни инералов. Воин пробудился. Так, ну вызвать дополнительно мы еще не сможем. Потому что... И авианосцев, кстати, я даже не строил. Ой, их теперь два идет, кстати. Корабли противника направляются к нашему Нексусу. Сейчас, в принципе, отбить и идти вот так. Мы едины с тенью. Ваши войска вступили в бой. База атакована. Улучшение завершено. Улучшение завершено. Волная боевая готовность. Приказ 3. Близится наш час. И вдруг удар в Катару. Домбер в Катару. Каз Арашар. Нам забыли Эраку. Системы готовы. Приступаю к аннигиляции. Калибровка лиц. Андакур-Эрак. Да будет так. Близится наш час. Мы уничтожили материнский корабль Талдоримов. Прекрасно. Остался только один. Ты чувствуешь? Это тиросин. Жаль, что у тебя не будет времени им насладиться. Армия ОМУНа идет за тобой. Когда-ну я пула. Я пула. Что у тебя не будет времени? Что у тебя все осталось? Я пухаю. Поднимаешь. Карл-Эрак. Этот танк возбудов. Он превратит. Субтитры делал DimaTorzok 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 Наш пилон атакован Наш пилон атакован Калибровка линз Тирозиновый туман рассеивается Артанис, продолжай охоту Субтитры делал DimaTorzok Тирозиновый туман атакован Субтитры делал DimaTorzok 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 Приказ принят. Мы познаем нашу мярость. Мы вступили в бой с противником. Ваши войска вступили в бой. Вот мой лидер. Знаете, Алла Рака лучше. Не стал бы ему помогать. О, какая славная смерть. Ты хорошо потрудился, чтобы услужить мне орда. Я надеюсь, что так. Приказ принят. Мы едины с тенью. Ты чувствуешь? Это тиросин. Жаль, что у тебя не будет времени им насладиться. Армия Омуна идет за тобой. Растворяемся. Враг увидит, на что мы способны. Враг увидит, на что мы способны. База атакована. Ты не восстанешь против бога? Аларак, ты идешь навстречу смерти. Темный бог уничтожит тебя. Я о горло насытился его ложью. Ритуал завершен. Что теперь? Эти предатели не были частью ритуала, но обязательно помогли бы Малашу. И мне хотелось, чтобы они умерли. Час пробил. Малаш, слушай меня. Я вызываю тебя на Ракшир. Сразись со мной согласно нашим законам. Или умри как трус. Мы сойдемся в битве на заре. Я отвечу на твой вызов. Одного из стражей убить. Во время тумана походу. Так, а на бойце тут надо сделать необходимые меры до четвертого выброса. Просто быстро сделать. Запомни одно. Тамплиеры не бездумные орудия в твоих руках. Мы здесь не для того, чтобы убивать твоих врагов под ложными предлогами. Обманешь меня снова. И нашему союзу конец. Смерть стражей Малаша позволила достичь нескольких целей. Когда Владыка падет, никто не воспротивится моей власти. Впервые за много лет я близок к победе. Я чувствую его беспокойство, Артанис. Он знает, что я иду. Малаш? Амун. Дыхание жизни помогло мне увидеть истину. Да, я чувствую его ярость. Он знает, что я его не боюсь. Знает, что через Кхалу ему не подчинили Талдоримов. Я обращу избранных против него. Ты еще не выиграл, Аларак. Не позволяй Тирозину затуманить твой взор. Это сражение тебе еще только предстоит. Я уже победил. Я тысячу раз видел внутренним взором, как наношу последний удар. Твоя самоуверенность – лучший союзник твоего врага. Не позволяй ей помочь Малашу. Слова привыкшего к поражениям. Иерарх, тебе нужно выбрать одну из доступных боевых единиц нового типа. Малаш показал себя могучим вождем. Это так. Поэтому победа над ним будет особенно сладкой. Многих ли ему удалось победить в ходе ритуала? Бесчетное число соперников. Он поднялся по цепи Вознесения, безжалостно уничтожая всех на своем пути. Будды его благословил сам темный бог. Он получил прозвище «Клинок Амуна». И тем не менее ему бросали вызов. Таковы наши обычаи. И с каждым побежденным он расправлялся с особой жестокостью. Малаш любит оставлять своих противников полуживыми и наслаждаться их страданиями. Аларак, я начинаю беспокоиться. Спокойствие. Это сказка для юнцов, не готовых к боли и испытаниям реальной жизни. Оставь меня. Мне нужно подготовиться. Ты сам свали отсюда с мостиком Баклана. Кто же мне стоит? Оставь меня на мостике на моем месте. Так. В разум попозадь. Цель вознесения – отвратительная традиция. Когда-то икхалаи думали также о пути тени, который практикуют неразимы. Это несопоставимые вещи. Наше общество никогда не основывалось на нам. В основе их организации – железная иерархия. Служение вышестоящим и непрерывное укрепление связи с самим Амуном. Но ведь их удерживают обманом, матриарх. Они не знают ничего иного. Как же они изменятся? Когда-то наши народы тоже относились друг к другу с ненавистью и недоверием. Да. Мы считали ваши ритуалы варварством. А вы видели в нас только жестокость. Так же сейчас происходит и с Талдоримами. После того, как мы уничтожим Амуна и откроем правду о его предательстве, они станут искать свое истинное предназначение. Свой будущий путь. Новые штурмовые корабли готовы к инспекции. Так, и новинка. Так, а тут у нас что, все открыто? Вот у амплиера еще что-то закрытое есть. Вот эта прикольная тема, мне понравилась. Наш флот пополнился материнскими кораблями Талдоримов. Должна признаться, они впечатляют. Ну по-любому надо. Мы облот силы. Черная дыра. Это оглушение. Термальный руч. И скачок. Небольшое расстояние. Ну пускай. Милатерийский корабль вообще не твой тема. Но, наверное, только один может быть. Так и здесь. Дезинтегратор. Все будет уничтожено. Низдельщины отличаются. Порода Курал. Все будет уничтожено. Ну прикольно выглядит. Ну и тут интересно, что за бонус будет. Пускай выше этого поставим. Материнский пускай будет. Все, так оставляем, конечно. И посмотрим, что в ядре. И посмотрим, что в ядре. Добро пожаловать, Пирар. Каракс, ключ! Реагируют. По-видимому, на потоке энергии пустоты на поверхности планеты. Я наблюдал подобное на Ульнаре. Должно быть, Тирозин напрямую связан с пустотой. Талдоримы называют его дыханием жизни. Они считают, что поглощая его, могут обращаться напрямую к Амуну. Довольно условное утверждение, но его нельзя полностью отметать. Свойства этого вещества указывают на то, что оно может происходить из иной вселенной. Возможно, поэтому оно для них священно. Они ищут богатые Тирозином планеты, чтобы превратить их в святилище своего бога. То, что мы нашли это место – дар судьбы. Если ключ реагирует на Тирозин так же, как на энергию пустоты, я смогу использовать этот газ, чтобы испытать возможности артефакта. Возможно, провидение еще не покинуло нас. Нужно сохранять веру. Я предпочитаю результаты, Иерарх. Мощь Амуна превосходит возможности даже королевы Клинков. Мы должны действовать наверняка. Сковорит добавляется. Ладно. Посмотрим, какое следующее задание будет у нас здесь. Тьма алчит крови Малаша. Пришла пора мне захватить власть. Да начнется Ракшир! Короче, понятно, поединок будет, и я думаю, в этой миссии опробовать материнский корабль. Но пока сохранилось здесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Г 하 kick